Песнями и танцами жители республики и гости столицы отпраздновали Цагансар и Масленицу. Совместное торжество состоялось на площади Победы в Листе. Со сцены лилии с калмыцкой песней выступали артисты и танцоры. На праздник шли семьями с детьми, друзьями, коллегами, родственниками. В этот день всех жителей пришли поздравить и представителей разных конфессий. Обращаясь с привесенным словом, каждый пожелал мирного неба и процветания всем жителям нашей огромной страны. На протяжении многих веков, находясь вместе на одной территории, мы разделяли все наши трудности и радости. И пусть так будет всегда. Пусть вместе мы сила, вместе мы можем превозьмать все трудности. Сейчас, как никогда, нам необходимо это единство. И пусть в нашей стране и во всем мире воцарится мир, гармония и благополучие. Для желающих были организованы различные мастер-классы, игры, конкурсы. Сильные и ловкие мужчины участвовали в состязаниях, карабкались по гладкому столбу за лентами, а также соревновались в поднятии гири. Все победители получили памятные призы. Возрождение национальных видов спорта необходимо, считает многие. Принять участие в стрельбе из лука и разобрать калмыцкую головоломку от желающих не было отбоя. Очень многие были рады познакомиться и попробовать себя как раз в турнире даже. Первый раз участвовали даже новички. Чтобы снять кольца, нужно, наверное, использовать другие кольца, я так понял. Но, в принципе, так сложновато, конечно. Такие праздники все-таки делаются для того, чтобы действительно возрождать нашу традицию, виды, которые именно как стрельба, возрождение древнейшей игры калмыцкой. На конкурсе «Заходите в наш дом» участники показали, как встречают гостей согласно калмыцким и русским традициям. Мастер-классы по лепке борциков и выпечке блинов посетили десятки людей. Во время праздника свои выставки развернули учреждения образования «Листы». Здесь были представлены детские поделки, вязаные игрушки, изделия из дерева, бумаги, куклы в национальных костюмах, а также румяные блины и пышные борцики. Этими же изделиями из теста и ароматной горячей джамбой угощали всех, кто пришел в этот день на площадь. Угощения борциками, блинами. В общем, нужно только верить в свое будущее, все будет хорошо. В первую очередь мы собрались на это мероприятие с дочкой, чтобы она увидела, как все происходит в нашей культуре, в вашей культуре. Поздравляем вас со светлым праздником, с Аганцаром, с весной. Всем желаем счастья, здоровья и чистого неба над головами. Позитив в первую очередь, настроение хорошее. И люди как бы радуются в такое непростое время. На праздник была приглашена и делегация из Донецкой Народной Республики. 11 гимнасток совсем недавно прибыли в Калмыкию. Из-за непростой ситуации, которая происходит на их территории, они не могли спокойно тренироваться. Сейчас же они будут проживать в республике и продолжить свои тренировки вместе с калмыцкими гимнастками. Нам уже много рассказали о вашем празднике. Мы рады на нем присутствовать. Мы очень благодарны Российской Федерации, потому что мы живем 8 лет в этой обстановке. Ну, Россия наш братский народ и мы уже русские. Спасибо Владимиру Владимировичу за это. Я занимаюсь гимнастикой уже 14 лет и сейчас мы у себя не можем тренироваться, поэтому приехали сюда. Мы прошлой весной были тут на соревнованиях, нам понравилось. И когда предложили поехать, сразу согласились. Аналогичные гуляния развернулись и в восточной части Листы. Местные жители смогли поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные призы. Светлана Аджиева, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики».